Добрый день! Дорогие студенты, сегодня лекция у нас устное выступление. Цель лекции – ознакомить студентов с правилами устного выступления. План выбор темы – определение формы речи, сбор материала, его обработка, обдумывание записей и заметки. Четвертый вопрос – составление плана выступления. Пятый – подготовка – написание текста выступления, формулирование выступлений и заключений. Шестой – подготовка к произнесению речи, мысленное и риторическое освобождение. Отработка хорошей техники речи и поведения и репетиции выступления. По дополнительным вопросам можете обратиться в основной литературе. Без рукого АВС, как написать репературе, забыть форму на работу. Клинин с имени МВ «Академическое письмо, учебное пособие с уходом 2018 года» и Ю.Н. Купшинская и другие авторы «Академическое письмо» от исследования в действующей учебнике «Практику для академического бакалавриата» и Ю.Н. Купшинская, издательство Ю.Н. 2017 года. Итак, подготовка к выступлениям включает в себя, во-первых, повседневную систематическую подготовку для повышения своего мастерства, своего праздника, своего самообразования, повышения культуры устной и письменной речи, работа над техникой речи, критический анализ выступлений современных ораторов, выработка риторических навыков и мнений, навык отбора и изучения литературы, навык составления плана, навык самообладания перед аудиторией, навык ориентации во времени, умение самостоятельно говорить в выступлении, доходчиво и убедительно говорить, отвечать на вопросы, контактировать с аудиторией и так далее. И, во-вторых, подготовку к конкретной речи. Перед каждым человеком, готовящимся выступить публично, встает ряд вопросов, связанных с целью выступления, что говорить, зачем и кому, с местом и временем выступления, где, когда и как, долго, с эффективностью речи, как нужно говорить, чтобы достичь поставленной цели. Любое выступление предполагает наличие предмета, речи, цели, что должны узнать слушатели, в чем убедиться, что сделать. Требует определенной композиции и логики, лингвистически оформляется. В соответствии с этим, классическая схема подготовки речи включает пять этапов. Первое. Инвенция. Это нахождение и изобретение речи, подбор необходимого материала, содержание. Второе. Диспозиция. Порядок. Это план, логическая последовательность, композиция, расположение материала. Третье. Элокуция. Это словесное выражение, составление текста и его литературная обработка. Четвертое. Мемория. Это память, запоминание, заучивание текста. Пятое. Гебокризис. Разыгрывание. Произнесение речи, соответствующая интонацией, мимикой, жестами. Остановимся на основных моментах, связанных с подготовкой конкретно будущего наступления. Выбор темы. Тема может быть задана или выбрана самостоятельно. В ней должна быть новизна. Она должна соответствовать вашим познаниям и интересам. Быть интересной и понятной слушателем. Увлекательной, важной, уместной. Например, серьезный доклад даже на очень важную тему не стоит произносить на банкете, поскольку его никто не воспримет должным образом. Важно, чтобы ваши знания и фотовыбранные теми были выше, чем у слушателей. Тема выступления не должна быть перегружена, нельзя объять необъятная. Охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо буквы анализа. Формулировка темы не должна быть слишком длинной и сложной. Должна содержать указания на тот круг вопросов, который будет рассмотрен. То есть простая, краткая, лаконичная, но в то же время броская формулировка темы выполняет функцию сигнальной информации, активизирует внимание слушателей. Неудачные формулировки. Это слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и так далее. Например, неудачные, следующие названия речи – деревья, металлургия, экология, чересчур, кратко и общие. Ни о чем не говорит. Разумный семейный бюджет скучно, не вызывает интересное. Определение общей целевой установки и конкретной цели, которая обуславливается конкретной аудиторией, речь не читается вообще и должна соответствовать сформулированной теме, причем конкретная цель – выступление, должна быть прямо и ясна, заявлено в самом начале. Эффективность выступления определяется степенью реализации целевой установки отношением достигнутого результата к поставленной цели. По содержанию и общей целевой установке психологическим мотивам оратора различают следующие виды речи. Первое – развлекательная речь, приветственная, благодарственная, праздничная и другие. Ее цель – развлечь слушателей, поддержать их интересы и внимания. Она звучит в кругу друзей, на банкете. Второе – информационная речь, должна пробудить любознательность, дать новое представление о предмете. Это может быть повествование, объяснение или описание. В лекции преобладает какая-нибудь из этих характерных черт. В ней не должно быть ничего спорного, она должна быть актуальна, должна удовлетворять запросам слушателей. Третье – агитационная речь бывает трех видов – воодушевляющая, убеждающая, побуждающая, прозывающая к действию. Три этих вида целевых установок частично привлекают друг друга. Например, доля того, чтобы убедить в чем-то, нужно сначала воодушевить слушателя своей речью. Для того, чтобы призывать к действию, необходимо воодушевить и убедить. Возможно, и сочетание разных целей в одном выступлении. Например, развлекательная речь может содержать какую-то информацию, интересную для слушателя, а также элементы воздействия. Любой вид речи может содержать шутки, метафоры, сравнение которой прежде всего характерны для развлекательной речи. Но оратор должен ясно представлять себе, какая из общих установок является преобладающей и в соответствии с этим строит свою речь. Например, перегруженный серьезного доклада остротами, юмором, личными примерами может снизить эффект выступления. Конкретная цель не будет достигнута. Об этом очень хорошо сказал Д.И. Писарев. Когда смех, игривость и юмор служат средствами, тогда все обстоит благополучно. Когда они делаются целью, тогда начинается умственное распутство. Для всех существует одно великое и общее правило идеи прежних всего. Определение формы речи По своей форме речь бывает монологическая лекция, системное изложение знаний с широкой аргументацией на 45-90 минут. Доклад. Это выступление про собрание, совещание, симпозиумы, научные конференции и т.д. Устный рассказ, информация проповедь, репортаж, обзор событий и другие. Второе. Идеологическая беседа, дискуссия, спор, дискуль, полемика. Монолог может перерасти в диалог, доклад, скажем. Публика начинает задавать вопросы, вести спор с оратором. Есть специальные ораторские приемы для диалогизации монологической формы речи, вопросов ответных в ход. Оратор, угадывая возможные вопросы, слушатели сам их формулируют и отвечают на них. И риторические вопросы служат для эмоционального утверждения или отрицания чего-либо, не требуют ответа. Сейчас очень популярны геологические формы речевого общения. Вспомните популярные телевизионные передачи и ток-шоу «Один на один», «Тема», «Герой дня», «Час спин» и другие. Сбор материала, его отбор, обработка, обдумывание, записи и заметки. Оратору нужно намного больше материала, чем он впоследствии употребит. Поэтому материал должен собираться на перспективу, а не только для конкретной речи. Обдумывание включает в себя проверку фактов, уточнение мыслей, их упорядочивание и варьирование, что приводит к выработке собственной позиции, обработка собранного материала и обдумывание основных положений приводит к их честному выяснению и выражению в закрученных фразах. Составление плана выступления. В плане выступления развертывается логическая структура речи, известная русский судебный деятель и оратор Л.Ф. Пони в советах лектора писал, «Для успеха речи важно течение мыслей лектора. Если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если главное постоянно перерывается, то такую речь почти невозможно слушать. Надо построить план так, чтобы вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и так далее. Так, чтобы был естественный переход от одного к другому. Составление плана выступления это начальный этап работы над композицией речи, над ее логической структурой, определение порядка, в котором будет излагаться материал. На разных этапах подготовки устного выступления составляются различные цели и назначения плана, предварительное рабочее основное. По своей структуре планы бывают простые и сложные, развернутые или тезисные, содержащие пункты, подпункты. Главный требование к плану выступления логичность и последовательность, соответствующие теми выступления и поставленным целям. Традиционная структура и плана и текста выступления. Это трехчастная, включающая в себя выступление, главная часть и заключение. Подготовка написания текста выступления, формулирование выступления и заключения. Начинать подготовку текста речи надо с главной, наиболее ответственной части, так как введение и заключение определяются содержанием главной части и могут меняться в процессе подготовки выступления. Выступления и заключения требуют обязательно подготовки, и их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказывали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце сообщения закон края. Поэтому выступление должно проявить внимание слушателей, заинтересовывать их, подготовить к восприятию тему, ввести в нее не вступление важное само по себе, а его соотнесение с остальными частями. А заключение должно обобщить в сжатом виде все рассказанное, усилить и загустить основную мысль. Оно должно быть таким, чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего. А. Ф. О. Вопрос о том, надо ли полностью писать текст выступления или достаточно одного плана, или конспекта речи, сжатого или развернутого, остается открытым. Это определяется индивидуальными особенностями оратора, уровнем его ораторского мастерства, степенью владения языком, конкретной ситуации, связанной с произнесением речи. Но написанная речи лучше запоминается и дольше удерживается в памяти. Ее можно проверять, исправлять и дополнять, улучшая форму и содержание. Написание речи ведет к оттачиванию языка, стиле, к локализму, к точности, ясности, выразительности, отготовка к произнесению речи, мысленное и риторическое освоение, отработка хорошей техники речи и проведение репетиции выступления. Даже если текст выступления готов, это еще не значит, что вы готовы произнести его перед слушателем. Необходимо тренироваться в его произнесении до тех пор, пока вы не почувствуете себя свободно и уверенно. Подготовка к произнесению может быть в нескольких видах, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Речь может быть первой, написанной полностью и заученной наизусть. Применяется при чтении лекций, выступлении, официальной обстановке, политических выступлениях, где одно неосторожно высказанное слово может вызвать непредвиденные эффекты. Второе. Написано полностью и прочитано по рукописи. Выступление по радио. Доклад перед группой ученых-специалистов. Третье. Сказанная экспонта. Импровизированная речь может быть вызвана в требовании момента, на неофициальных собраниях, в экстренных случаях, заменяет подготовленную речь или, наоборот, неподготовленную, например, на экзаменах или семинарах. Свидетельствует о высокой степени характеристового мастерства. Четвертое. Сказанная с предварительной подготовкой, но без записи и заучивания. Итак, на этом я все-таки закончила. Спасибо за внимание. Продолжение следует...